Всем привет! Сегодня у нас очень радостный день. У нас сегодня первый день укладки квас-венила. Мы этого ждали очень долго. Кто за нами давно наблюдает, тот знает, как мы долго к этому шли. Когда мы с мужем приобрели эту квартиру, мы не знали, что у нас вот такая огромная проблема. И мы сначала, нам пришлось пол укладывать, делать деревянный, менять все, поднимать, делать деревянный пол. И что к этому привело? То, что пол всегда играл, гулял и был неровный. И поэтому мы никак не могли перейти к завершающему этапу, чтобы положить это прекрасное покрытие. Для пола мы выбрали кварц-венил, акуфлор. Вообще, в начале, когда мы выбирали, что же у нас будет, мы узнали именно о том, что сейчас это самый новый, прогрессивный, лучший материал, который можно использовать. Уже много моих знакомых воспользовались именно услугами этой фирмы. И мы по рекомендациям пришли именно и взяли акуфлор. И я еще хочу вам показать, какой оттенок мы выбрали. Во-первых, мне изначально хотелось, чтобы у нас была елочка. Потому что это такая классика, очень современная классика. Я просто была в восторге. Я где видела этот пол, я всегда думала, блин, я хочу только такой. И именно с этим материалом это сделать всех проще, удачнее и легче. Вот. И оттенок. Он такой вот, хотелось, полшива был светлый, но при этом холодный оставался. В общем, это то, что я хотела. Мне очень нравится. Я прямо, знаете, до мурашек счастлива. Наконец-то, что скоро, буквально завтра, все пространство этой квартиры, весь пол будет именно из этого материала. Всем повторю, не экономьте вообще ни копейки на то, что сделать ровный полк в покрытии. Хотя мы очень старались, но нам попадались не те люди на пути, когда мы встретили нормальную бригаду. Нам сделали идеально ровный полк. Без всяких переходов. Вот такой пол должен быть, чтобы на него уже стелить прекрасное наше покрытие. Тем более у нас осложняется все тем, что у нас вот такой вот люк, который мы не можем выбрать. И очень много всяких углов, переходов. Ну, когда у нас хорошее покрытие, вот такое оно должно быть прекрасно. Если бы мы его сразу сделали, то мы бы потеряли огромное количество денег, нервов и главное это время. Евгений, вспоминая наше предыдущее покрытие, которое было не совсем готово. Если бы мы на то не очень подготовленный пол положили, что бы было? Мало того, что он был кривой, он еще весь гулял, ходил, то есть основание было не крепкое, не жесткое. Во-первых, сломал бы, мне кажется, все замки у кварцинела. Начал бы он отсоединяться друг к другу панель. Не прожил бы и месяца, да? Да, мне кажется, вы бы уже через дегу, ладно, все-таки развалится. Да, у нас гуляло все. Но зато теперь пол идеальный, ни одного перехода. И как я хотела, чтобы, знаете, вот вся квартира была застрелена, именно, ну, без всяких вот этих... Да, все жестко, все без всяких порожков. Жень, как специалисты, вопрос. Вы раньше работали вот именно сапофлором и вот именно... Да, делали, конечно, отличный пол. Ну, елочек, конечно, посложнее, чем прямую ложить, а замки, все, да. Все хорошо работает. Все хорошо, все защелкивается спокойно. Евгений, подскажи, пожалуйста, какие сложные моменты в квартире при укладке этого пола встречаются? Ну, во-первых, нам надо было сделать это все монолитно, то есть, отодостим иначе, и всю квартиру застрелили. А здесь у нас очень много, как вы видите, неровностей. То есть, тут неровностей, там столбик, одни ниши, стены, выходит люк. Да, самое главное, наш люк. Поэтому, да, мы стелим-стелим, раз выпадаем на люк, приходится очень ровненько вырезать кварц-винил. Сейчас будем делать фаневы, опять же, ровненько делать незаметный стыд, чтобы все было в одном целом рисунок, чтобы совпадало, не сильно заметно было люк. И ты говорил, что сверху на фаневу кварц-винил будем клеить, да? Да, будем клеить, чтобы все было жестко, потому что края тоже приклеили, и на люке тоже он будет приклеен. Ну, реально, мне не верится, что это получилось. Это то, что я мечтала с самого начала, видеть у себя на фаневу. Да, я помню, сначала, как я не очень хотел елку. Ты не хотел елочку, потому что мы тогда не рассматривали кварц-винил. Мы просто даже не знали, что можно... Что это можно и на кухню завести, и в коридор, и в другую комнату. У нас теперь пол в едином... Без порогов, безо всему. Как походить! В единой плоскости. Самое главное, этот свет просто лучше. Вот то, что я хотела посмотреть. И вот смотрите, он так вот не истучит. Как ламинат, да. И он очень теплый, он не холодный. Да, да. Ну и самое главное, влага непропускаемый. К сожалению, мы еще не можем показать всю красоту. Но то, что пол сделан и сделано отлично, да. Тут добавить даже нечего. Вы знаете нашу историю, когда переделывались много раз полы, и вот он наконец-то есть. Как это нагады, Лед? Слушай, я тебе говорю, у него другое со всякого... Да. Вот по структуре он очень приятный. Он очень теплый. А на внешний вид очень дорого пока. Это тоже важно, это вели меня. Спасибо всем, что вы послушали и посмотрели всю нашу эту историю. Она у нас более сложная. Ответственная, но мы это все-таки сделали. Кварц-венил, всем советую. Вообще, я считаю, кварц-венил это материал будущего. Да уже я всех знакомый спрашиваю, все начали пользоваться кварц-венилом. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...